Так, чё у нас там с заявками на обзоры? Ого! Во! Во! Учитесь, как надо заявки подавать. Эх, Олежа, опять меня толкаешь на абразуру. Ладно, хуй с ним. Что ж, я погнал. Пиво Бочкарёв сегодня на обзоре. Вот эти три экземпляра были куплены в магазине Красное и Белое. Их, по-моему, даже несколько больше. В Магните я видал, по-моему, там есть какой-то четвёртый сорт, если честно, не помню. Но сегодня вот это вот троица у нас будет на обзоре. Кстати, где оно там производится-то? О, объединённое пивоварни Хайники. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Добро пожаловать на очередную иринотерапию на канале Берчанел. И сегодня это пиво Бочкарёв от пивоварни Хайникин из Санкт-Петербурга. Твою хуйню! Не будем долго томить и сразу же пробуем пиво под названием Солод и Холод. Вот холодная фильтрация, зовётся оно экстра-мягким. Ну, что-то типа закос под корону экстра. Вот, опять же, прозрачная бутылочка, все дела. Максимально лёгкая. 4,1% алкоголя, 9,8%. Плотности даже нету десяточки. Что ж, ребята, наливаем. Очень жиденько. Ну, практически водичка. Водичка со вкусом пива у нас льётся в бокальчик. Пенка хоть и обильная, но достаточно быстро, на мой взгляд, осядет. И, кстати, надо сказать, довольно чистенький на свой вид. В составе ничего сверхъестественного нет. Единственное, помимо обычного светлого солода, они ещё добавили карамельный. Оцениваем аромат. О, и сразу же мы чувствуем вот этот фирменный, незабываемый, узнаваемый из тысячи, хайниконовский аромат грязной половой тряпки из туалета. Неужели это кто-то покупает? Ну, настолько противный аромат, что мне даже вот глоток делать не хочется. Но, коль назвался пирожком, давайте лезть в печь. В каком месте там мягко, скажите мне, пожалуйста. Просто, по-моему, даже Балтика 7 мягкая, и то было гораздо мягче, приятнее и вкуснее, нежели чем вот это. Крайне неприятное пиво. Я даже не знаю, как его оценивать, потому что вроде бы оно солодовое, да, такая солодовая водичка со вкусом пива. Но, сука, всё это обрамлено вот этой хайникиновской саниной. Весь этот вкус, который даже, ну, он перебивает всё вообще. Вот и заполоняет весь мой рот, который... Оно даже остаётся надолго во рту в этом послевкусии. Оф, не знаю. Мне кажется, просто, просто ужасное пиво. Хуже я не пил, наверное, никогда. Ну, в топ-10 худших точно входит. Если это мягкое, если это лёгкое, то я боюсь себе представить, что будет дальше. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Итак, живой ростлив. Если там была холодная мягкая фильтрация, то здесь мягкая пастеризация. Свежая, с богатым вкусом. То есть, вот там был бедный ещё вкус. Вот здесь мы сейчас ощутим самую жесть, мне кажется. А 4,3% алкоголя, 11% плотности. Да слушайте, даже подпись кто-то поставил. Пивовар Сергей Василевский. Мастер правильного пива. Ну что ж, мастер. Пьяный мастер, по всей видимости. Ну, я уже отсюда чувствую. Блядь. Вкус пивка чувствует очень сильно. Знаете, по сравнению с этим, здесь ещё приятненько. Оказывается. Оказывается, приятненько ещё было. Ну, тоже длинной такой аромат. Если взять вот это, умножить, сука, на 5, как минимум, то получится вот это. Засвеченный хмель максимально. Максимально неприятный запах вот этих вот грязных носков, которые, знаете, прям вот, блядь, как валенки уже такие прям. Дым, сигарет с ментолом. Ммм. Я не знаю. За что мне это? Олег, ты точно смерти моей не желаешь? Я сейчас чувствую себя, как тот чернокожий качок, которого куча здесь вот, знаете, видели его? По-любому куча фастфуда. И вот он прям сидит, давится. Он уже не может. Он прям, ммм. Его прям передёргивает от вкуса вот этого всего. Его ровно так же, как меня передёргивает от вкуса этого пива. Это грёбаная ходыжинская, помноженная на вечность, сука. Я не знаю. Я не знаю. Как так можно противно делать? Серёга Василевский, тебе как там по ночам? Нормально спиться после всего этого? Мне лично будет не очень. И дай бог, хорошо, если у меня завтра бачок не потечёт. Ля, я понял, ребят. Помните, в детстве был мультик под названием Вунш-Пунш? Они там такое зелье варили, такой зелёный домоган у них шёл. Короче, я понял. Походу, они и бачкарёв там варили, потому что, ну, настолько противный запах. Противнее, давайте так, противнее было только сладовар от Барихинского пивоваренного завода со своим трупным запахом. Блядь, я заплакал. Я не знаю, как это оценивать. Это ужасно, это отвратно, никуда не годится. Там, походу, в чане тоже кто-то сдох, короче. Я не знаю, но настолько это... Принесите мне колу, что ли, а? После такого промывания желудка надо делать. Ну что ж, фаталити, походу. Белый колу с нефильтрованной... С лёгкими фруктовыми нотками. Сколько там у вас? 4-5% алкоголя, 10,5% молодости. Спасибо, что не сделали двенашечку. Прям вот за это здесь отдельное спасибо. Ну что сказать, это анализы. Давайте оценивать запах. О, слушайте, а здесь не так противно. Реально фруктовые нотки. Причём, почему-то они какие-то такие химозные. Я сразу вспоминаю жигули барные манго маракуйя. И здесь не так явно, не так насыщенно и ярко выражено, не так кричаще. Но всё-таки оно есть. Ну и такая нефильтрованная... По-моему, пшеничка здесь присутствует в составе. Сейчас посмотрим. А, во, как раз-таки вот почему я обратил внимание. Ароматизаторы пищевые, лимонная кислота, молочная кислота, консервант, бензоат, натрий. Прям состав кока-колы. И глюкозно-фруктозный сироп. Хорошо, хоть сахар не добавили. Ну что ж, пшенички тут нет. Просто нефильтрованное пиво. Кучу всего туда намешали. Давайте пробовать. Ой, прям чувствуются вот эти консерванты, чувствуются вот эти ароматизаторы. Они не кричащие, они слабые. Но почему-то их перебивает вот эти... Я не знаю, как их назвать, там, стабилизаторы вкуса или чё. Такой прям неприятный, железный привкус варку остаётся. Короче, максимально химозное пиво. Максимально невкусное. Оно даже не заманивает, даже сладчинки там никакой нет. Оно хотя бы не такое противное. Бля, нет. Его тоже пить невозможно, на самом деле. Неужели это кто-то покупает? Вот просто напишите в комментариях, вы пробовали этот Бачкалёв? И вообще, какое у вас мнение об этом пиве? Лично я вот не вижу никаких причин. Блин, мне кажется, даже самые заядлые алкаши должны побрезговать этим пивом. Ну или мазохисты какие, я не знаю, честно говоря. Короче, всё, ладненько, я погнал. Не забывайте пить только хорошее пиво. Говно не пейте. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. С вами был Алан. Оставайтесь на канале Берд Ченнел. Пойду проблюсь. Давайте, пока.